Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодняшняя встреча наша посвящена 1С-рознице новой конфигурации 3.0. Данную встречу приведу с вами я, Ирина Золотова, консультант-аналитик компании Кабинлайн. На нашей встрече мы с вами рассмотрим некоторые дополнительные возможности, которые появились у нас в новой конфигурации 3.0. Программа наша состоит, рассмотрим пульс бизнеса, что такое пульс бизнеса, рассмотрим, что нового добавилось в подборку товара, в такой функционал, рассмотрим новые возможности по работе с ценами и настройкой прайс-листа, обратив внимание на новые возможности работы с ценами, познакомимся с отчетом розничной выручки, рассмотрим с вами рабочее место кассира, что интересного добавлено в новый функционал. Узнаем, что такое плиточный интерфейс и как с ним работать. И напоследок мы посмотрим с вами обработку расчет потребностей. И начнем мы со знакомства, с начальной странички конфигурации розница 1С. Сейчас мы с вами перейдем в систему. И вот у нас перед вами открыта начальная страничка. Ее назвали пульс бизнеса. Эта страничка позволит быстро и наглядно получать самую важную информацию о общей деятельности компании. Она в основном как бы предназначена для руководителей компании, для руководителей подразделения, например, руководителя отдела продаж или финансового руководителя. На этой страничке мы можем видеть и изображение графиков, и изображение отчетов. Например, нажмем на вот эту кнопочку «Остаток денег». И у нас формируется какой-то определенный отчет из 1С. Здесь точно так же можно выбирать стату, можно выбирать обыкновенные настойки, как они существуют, период, дату. Данная страничка позволяет настраивать свою информацию по своим желаниям. Она доступна по команде, например, «Добавить». Можно нажать через кнопочку «Добавить» и выбрать из разного отдела различные варианты. «Сделать заголовок», например, «Сохранить». Выставлено счетов что-то. Сформируем сейчас новый отчетик, посмотрим. Ну, например, выберем период. Вот здесь вот. Сначала этого года. Возьмем прошлый год. Выставлено на 6 штук. Нажмем «Сформировать». И вот здесь у нас появляется отчет, который указывает и клиента, и счет, полученный оплату или не полученный оплату. В общем, количество выставленных счетов 6. То есть здесь можно управлять порядком вывода всяких отчетов из системы. Можно удалять, можно удалить показатель. Удалить показатель. То есть на самом деле это очень удобный конструктор, который наглядно показывает общую картинку деятельности компании на текущий момент. Еще раз повторюсь, она очень удобна в основном для руководителей компании. Сейчас мы с вами перейдем на следующий этап. Это все у нас добавилось нового при отборе товара. Ну, подбор товара, как у нас обычно происходит, через заказ покупателей. Сойдем за заказ покупателей. Сдадим. Через «Подобрать». Подбор, он в принципе не занесся. Просто здесь добавлена настроечка, в которой можно подобрать сопутствующий товар. Что это значит? Это значит, что если у номенклатуры есть какие-то аналоги, то при, допустим, недостатке, при заказе клиента данной номенклатуры, если ее нет в наличии, то с правой стороны система будет показывать, есть ли в наличии аналоги, сколько, ну, можно ли заменить. Ну, дает возможность заменить данную информацию. Но, чтобы аналоги у нас появились в системе, соответственно, их нужно занести в саму карточку номенклатуры. Сейчас. То есть, карточки номенклатуры. У нас тут даже появилась вот такая вот кнопочка «Создать». И, соответственно, мы создаем аналоги. То есть, по возможности. И, соответственно, они появляются у нас в системе, и ими можно будет работать. Также в системе карточки номенклатуры добавлена возможность записывать изменения цен в течение дня. Ну, вот у нас, например, смотрим позицию. «Цена». И вот здесь у нас появилось дополнительное поле, которое будет фиксировать, на какой момент у нас произошла переоценка данной цены. Ранее была доступна только одна запись, только на один день. При создании документа «Установка цену» на определенный день, на определенное время создаются документы, и все, цена действует с указанием данной даты. И приходилось, допустим, если в течение дня поменяется цена, то есть нужно передвигать по времени, то есть немножко не совсем удобно было работать. и когда происходила переоценка, то история, история, она не сохранялась. Сейчас с добавлением данного функционала система позволяет сохранять данную историю. Ну, например, давайте посмотрим. Вот история сохраняется у нас вот здесь внизу в виде графика. Ну, например, давайте, если мы сейчас установим новую цена. Цена у нас будет действовать на рамках 5,7,7. Вот указана дата, что действует с 30-го числа. Мы ее записываем. Соответственно, у нас изменилась розничная цена, соответственно, у нас поменялся график. То есть на определенное время у нас была цена такая, и сейчас в такой-то момент она изменилась. То же самое мы можем еще раз попробовать. Ну, вот сегодня в течение дня мы ошиблись, да, например, включаем. ошиблись. И давайте мы поставим 5,750. Вот. В этот момент у нас по графику сразу видно, какая у нас появилась цена. Здесь 5,650, здесь 5,750. Мы посмотрим на секундном розничный магазин. Так. Посмотрим вот эту цену, если установить. Например, 150. розничная учебная цена. 400 и 550. То есть очень удобно в графике посмотреть, как у нас происходит изменение цен. То есть цена у нас представляется на определенный, на конкретный момент времени. И при создании заказа клиента будет действовать именно та цена, которая попадает в период создания документов. То есть дата документа если не меняется, ну, то есть при изменении даты документа цена будет запрашиваться на текущий момент, на текущее время. И если сотрудник, например, изменил дату вручную, ну, то есть применял дату, то цена будет запрашиваться на дату документа. Следующее мы с вами рассмотрим настройки прайс-листа. Сейчас мы зайдем в систему. Прайс-лист. Что у нас интересного добавилось в данные настройки, которые помогут нам в работе? Ну, например, возьмем как пример прайс-лист сформированной давайте просто как пример возьмем, сформированной. Что у нас получилось? То есть у нас настройки сейчас распределены на четырех закладах. Открываем настройки. Вот они распределены на четырех закладах. Колонки. В данной закладочке мы выбираем колонки из списка доступных и с помощью стрелок мы можем поменять порядок полей. Мы можем добавить колоночку или удалить колоночку. Удалить колоночку. проставляем галочки те колоночки которые нам видны которые нам интересны хотим видеть в прайс-листе. Дальше здесь мы можем установить ширину самой колоночки. Вот картинка например высо-широкая. Код тоже в зависимости от длины кода. Артикул можно маленький поставить в зависимости от артикул. Вот таким образом мы настраиваем ширину колонки. Следующая у нас вкладочка это цен. Здесь мы также выполняем выбор цен для прайс-листа. Можно включить единичку можно так же само убрать если она нужна оставить только розничную цен. Закладка фильтр. Данная закладка в ней можно увидеть отборы которые мы хотим включить с помощью стрел. То же самое мы с левой стороны доступные фильтры выбираем по какой как мы будем группировать ну вот например в данном случае мы группируем по категории можно выбрать по группе можно включить остатки склада или остатки организации здесь так же само можно включить фильтры по характеристикам если интересуют допустим клиенты какие-то определенные группы можно выбрать по группе отдельно формировать прайсики в общем с помощью данных возможностей нужно сформировать несколько видов прайсов сохранить и так сказать быстро использовать желанию клиента и в закладке дополнительно здесь мы указываем размеры картинок с помощью которых можно определить сколько места в прайс-листе занимает картинку с помощью высоты ширины то есть как ну вот мы допустим что-то применили нажать применить сформировать вот что у нас появляется у нас появляются картинки вот мы добавили типа артикул возможности конечно можно удалить вот у нас признаки новые появляются данный данный прайс естественно мы можем сохранить на рабочий стол и отправлять клиента то есть выбор прайса зависит от вашего желания от желания клиента что он хочет то есть конструктор позволяет сформировать прайс в любой форме доступно и понятно для клиента еще в системе есть такая возможность появилась возможность отключить недействующей цены ну вот например что это означает вот у нас несколько видов цен при создании внизу появилась такая форма где мы можем поставить галочку например и отключиться она становится недействительна что это значит это значит что цена пропадает из всех возможностей из всех видов она не будет участвовать ни в документах ни в отчетах и при работе когда цены пропадают из использования ну лишние цены не при отборе не участвует это очень в принципе действительно то есть она не будет отображаться ни в справочнике не видна ни при подборе и по умолчанию случайно она не может выбрать быть выбрана пользователю то есть действующие цены мы просто отключаем следующие посмотрим следующие что мы с вами сейчас посмотрим это отчет который у нас появился в системе отчет розничная розничная выучка сейчас мы посмотрим что у нас это такой отчет данный отчет позволяет анализировать сумму розничных продаж при использовании скидок то есть в нем в данном отчете можно увидеть информацию о сумме продаж до скидки величину скидки сформируем формируем что он появился вот он какой что мы в этом отчете видим мы видим количество проданного товара выручка скидка по определенному товару сумма без учета скидки сколько получено сколько передано то есть если мы сделаем определенные настройки например если создадим добавим все документы то соответственно нам легко будет понять за определенный период если мы хотим проанализировать сколько у нас например в течение дня какие продажи были какие суммы какие скидки были учтены в каких документах в этом отчете очень прекрасно все видно все понятно очень удобный очень удобный отчет сверху идет номенклатура соответственно если мы его начинаем вот если мы его настроим по номенклатуре отчеты и дальше будет видно в какой кассе где что у нас по какой цене какой товар у нас был продан в течение дня то есть у нас например авокадо продано без всяких скидок есть например у нас ядро продавалось какой-то скидки например 28 01 также эти отчеты есть для отчета доступны два преднастроенных варианта то есть это розничная выручка по продавцам и розничная выручка по спадам и магазинам ну то есть с помощью этих отчетов можно быстро отсоединить эффективность применяемых скидок где в каком месте и также можно понять работу продавца эффективность работы продавца очень удобный отчет и поэтому советую его использовать в дальнейшей работе сейчас мы посмотрим рассмотрим рабочее место крассира и что у нас какой новый функционал добавлен в данной конфигурации в данном случае опять же заход зайдем в систему стройки вот помощник настройки рабочего места крассира можно для чего она сделала что новую возможность удобно использовать когда происходит у нас форс-мажоры например и у нас пропадает интернет пропадает свет выпучился или прочее и произошло разъединение но на самом деле кассы также будут работать но при использовании кассы без подключения к оборудованию постоянно могут возникать сложности с оформлением документов возврат и с невозможностью пробить чек коррекции и также учет остатков ну то есть использовать в этом случае кассу нежелательно постоянно желательно только в постмажорных ситуациях она будет постоянно нежелательно что у нас еще нового в данной ситуации в данном как же какой новый функционал добавили у нас настройки рабочего места сейчас обратим внимание что такое избранные товары что такое плиточный интерфейс интерфейс здесь у нас называется палитра товаров то есть то есть с помощью этого этой палитры мы можем настроить рабочее рабочее место кассира таким образом чтобы было удобно выводить использовать быстро быстро подбирать товары сейчас мы зайдем рабочее место кассира для того чтобы сюда попасть нам можно узнать наш штрих-код на случай когда мы забыли штрих-код и администратор нам может помочь закрытие опять нужно зайти так открываем схему так смотрим что у нас окей схема открыта что у нас стоит по умолчанию по умолчанию у нас соответственно есть отбор расширенный где мы с помощью поиска можем заходить и выбирать естественно товары для продажи но зачастую иногда кассиру очень удобно было бы если бы у него под рукой были какие-то обозначения чтобы например товары которые используются постоянно используются например упаковка пакеты или там может быть какой-то акционный товар который выдается то зачастую очень удобно вывести данный товар себе на панель избранных для этого настройка рабочего места есть быстрые товары мы еще добавляем позиции которые необходимо под рукой быть у кассира ну например я не знаю так по большому счету при сохранении настроек у нас появляется панель избранных и мы сюда добавляем помощью клавиш товар и при нажатии мы можем этот данный товар всегда попадает у нас в чек данный флажок данный флажок закрывать подбор при выборе товара управляет автоматическое закрытие формы подбора если это операция редко а еще больше упростить работу размещения на экране кассира поля для ввода текста например через поиск набираем гиняг алгорья панель выходит кастрюли с трясовой товар Поэтому, соответственно, он будет взвешен. Что такое у нас плиточный интерфейс? Это мы посмотрели с вами, что такое избранные товары, где они настраиваются. То есть, повторюсь, избранные товары настраиваются у нас в настройке рабочего места кассира через клавишу «Быстрый товар». Сюда он добавляет товары, сохраняем, соответственно, эти товары появляются у нас в избранных. И сейчас мы посмотрим, что такое палитра товаров. Палитра товаров, она предоставляет такую возможность видеть на экране кассира в виде изображений. Сейчас вам покажу. И эта палитра товаров, она очень удобна вот в таком виде. Ну, это когда стоит, допустим, сенсорный экран. И, соответственно, это все очень удобно использовать в данный функционал. То есть, мы можем добавить картинки. Вот здесь вот настройка. Здесь сюда добавляется изображение. То, что мы хотим видеть. Создаются папочки. Добавляются изображения. Ну, соответственно, цвет какой-то. На данный момент у меня картинах нет, поэтому, к сожалению, показать это не могу. Одновременно на одной страничке экрана мы можем поместить 12 элементов товар или группы. Но на данный момент она у меня будет выглядеть в виде вот такой вот настройки. Вот у меня такой цветной квадратик. Я как бы добавила цвет просто в настройки. И вот у меня получилось, вот так называется он, подбор товара. Избранные товары. Да, если сюда добавить картиночки, то будет вообще шикарно видно. Вот получаются избранные товары. Вот создались 4 папочки. Открывается виноград красный. Дальше мясная продукция. Опять же, если сюда добавляются картинки, то это будет гораздо интереснее выглядеть на данный момент. Ну, своего рода это как бы конструктор, где можно применить свои фантазии. Здесь с помощью данных настроек мы можем выбрать цвет, фон. Можем выбрать... В данном случае мы выбрали цветные папочки. Это зелененькая. Можно выбрать, например, красненькие. Любые форматы. Можно, ну, еще раз повторюсь, что одновременно может находиться 12 элементов. Товары или группы товаров. То есть, получается, можем создать 12 папочек. Пер открытия там будут видны быстрые товары. То есть, ну, это для чего используется? Ну, например, у вас хорошо продаваемые товары постоянно, да? Их, естественно, удобно добавить сразу в интерфейс. Для чего? Для того, чтобы не подбирать их поиском, а с помощью этих удобных возможностей их можно было быстро добавлять в чек. Данная форма, она... Данная форма, вот палитра наша, она... Ну, то есть, можно переходить, там мы пошли. Можно работать как через поиск. Можно работать как через расширенный поиск. То есть, получается, у нас возможность для работы с подбором товара сейчас, ну, настолько расширенная. Варианты любые. Закрываем. Вот такие вот кондиции. Конфеты. Раз и конфетки у нас сразу. Ну, что я хочу сказать, что данный функционал, он, в принципе, только развивается. Надеюсь, что в следующих релизах этот функционал будет более расширенный, потому что вот на данный момент здесь небольшая проблемка с ценой. По идее, должен выходить цена, выходить, пишешь, сколько килограмм добавляется, если это рисовой товар. И очень удобно в подборе, все заполняется. Что у нас еще есть в настройках? Формирование чека. Здесь такая галочка. Формирование чека. Тут есть два флажка в группе формирования чека, которые будут полезны и удобны для отображения списка товара на экране. То есть флажок «Добавлять все товары отдельной строкой» позволяет видеть все товары в той же последовательности, как их сканируют. Например, два пакета с одинаковым весом яблоками, например, отобразятся двумя строчками. А вот при выводе чека на печать одинаковые строчки будут суммироваться. И за это отвечает флажок «Сворачивать строки при печати чека». То есть добавлять все товары отдельной строкой и сворачивать строки при печати чека. Ну, таким образом идет как экономия бумаги. Чтобы при подворье в чек каждый товар был отдельной строкой, но если он одинаковый, то при печатании в чеке товар суммируется. Следующий функционал мы сейчас с вами рассмотрим. Это расчет потребностей. Что, какие новые возможности у нас появились в данном функционале. Вот тут расчет потребностей. Ну, на данный момент мы пока его сформируем. Что собой представляет расчет потребностей? Ну, естественно, он предназначен в основном для планирования закупок. В нем немножко изменился интерфейс. Появилась правая панель, где содержат две вкладочки «Настройки» и «Фильтры». «Настройки», где можно указать периодичность, сколько периодов на начало, рассчитывать, по каким возможностям по заказам, погруппировать. В закладке «Фильтры» можно выбирать склад, можно выбирать источник, можно указывать. На данный момент мы нажали просто «Рекомендации», так сказать, что нам рекомендует система. Смотрим, что вот у нас «Заказы покупателей», что у нас сформировалось. Вот у нас есть рекомендации, да? Мы можем добавить сюда галочки, можно мы раскрываем. Вот у нас сколько здесь. Раскрываем. Смотрим. Добавляем этот товар в планирование. Добавляем товар в планирование. Соответственно, здесь у нас, что у нас происходит? Своего рода анализ. Дефицит, заказать, что нам предлагает, то есть показывает система дефицит, потому что это по заказу покупателя оформлено. Если товар у нас приходил ранее, если товар приходил ранее, то у нас будет указан поставщик, от кого приходил товар, соответственно, и по какой цене. То есть здесь мы так же самое можем выбрать, у какого поставщика мы можем закупить товар, по какой цене нам выгоден. На закладке фильтр мы можем выбрать и по складам, мы можем выбрать и по видам заказа определиться. Но вот эти настройки, они работают в основном при использовании первой вкладочки, при рекомендации. Если мы дальше идем в планирование заказа, то данные настройки уже становятся недоступны. Вот мы проанализировали, поставили галочки, где мы будем покупать. Вот здесь, например, мы берем галочку, она самая дешевая, опять же, да? Ну, мы закажем поставщику. Вот у нас то же самое, вот здесь мы поменяем галочку. Вот, нам нужно 22. И нажимаем «Заказы». Нажимаем кнопочку «Сформировать заказы». Вот у нас с вами появились заказы поставщика. Ну, соответственно, если мы выбираем поставщик, естественно, здесь устанавливаются цены. Ну, в общем, очень удобная обработка, которая, в принципе, позволяет анализировать и очень быстро создавать заказы на закупку. Также здесь с помощью этой обработки анализируются и остатки, и анализируются и поставщики, и цены. А если мы в номенклатуре с вами заведем еще номенклатуру поставщика и укажем остаток, то в данном случае, ну, своего рода обеспечение, в данном случае это становится приоритетом при планировании. То есть, если товар заканчивается, и он там стоит, секундочку, например, вот здесь мы с вами. Ну, ставим минимальный остаток в меру, да? Данный товар при планировании будет учитывать минимальный остаток на складе и выставлять данный товар в приоритет. Ну, это нужно сделать. То есть, нужно добавить в номенклатуру, добавить в номенклатуру поставщика, это, если интересно, именно в данном случае при планировании и при создании заказа будет подбираться и конкретный поставщик, у которого заказали товар. Вот сейчас мы посмотрим с вами. Вот видите, если мы выбрали товар, у нас указан поставщик, то документы у нас автоматически заполняется поставщик, его реквизиты и прочее, да? И, соответственно, уже заполняются цены. То есть, при выбранном документе. На самом деле, ну, в систему желательно делать, как бы заполнять и делать, вносить сюда по максимуму информацию для того, чтобы в отчетах была более доступная и понятная и правильная информация, которая облегчит в дальнейшем вашу работу. Ну, вот, вкратце я вам рассказала о возможностях системы. Надеюсь, вам было все понятно. Если у вас вопросы, если вопросов нет, то мы с вами закончим сегодняшнюю встречу. Всего хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова